Совсем недавно, казалось бы, вы были назначены министром, пошли нетрадиционным путем, пригласил вроде бы со стороны человека, хотя вряд ли это совсем со стороны. Но тем не менее, какова ситуация с вашей точки зрения в Министерстве по чрезвычайным ситуациям? Какова обстановка, как люди приняли, какие вы видите там недостатки для совершенствования? Ряд указов, в том числе и по вашему предложению, заключению госсекретариата, я недавно подписал плод до совершенствования структуры МЧС. Отчитываться рано, но в двух словах буквально. Меня удивляет один факт, мы так переживаем за ковид, нас тут и критиковали, и там, и здесь. У нас на воде утопли более 350 человек с начала года. 350 человек, больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать, знаете, сами виноваты, но есть же доля ответственности и наша. Ну а так, на злобу дня, у вас как обстоят дела с пожарами, сколько людей погибло, сколько спасено. Это главная наша задача, сохранить людей. Ну и экономика, не нанести ущерб экономике, или чтобы этот ущерб, он был самым минимальным. Горят вокруг леса, от запада до востока, как у нас с пожароопасностью. Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели или горят, хотя после вот этих дождей, слава богу. Тем не менее, какая ситуация в лесах и на торфяниках. Ну и рад вопросов житейских, которые, возможно, существуют в МЧС. Товарищ президент, докладываю, что за время нахождения в занимаемой должности удалось оперативно объехать все областные управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, отдельные органы и подразделения, в том числе наши части, отряды объектовые, которые дислоцируются на крупных промышленных предприятиях. Посмотрел на организацию работы, изучил их возможность реагирования, действия. Хочу вам доложить о том, что ежесуточно отрабатываем более 4 тысяч сообщений граждан на единые номера 101-112. Все граждане получают квалифицированную помощь при необходимости, в том числе и физическую помощь в обеспечении их защиты.